Добрый вечер, в Украине 20.00. Вы смотрите подробности о главных новостях, расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Без неприкосновенности парламент лишил иммунитета нардепа Новинского. Что дальше? На шаг ближе ЕС снова приоткрыл двери для безвиза. Когда же будет окончательное решение? Дарницкие сокровища на сколько миллионов потянули ценности беглого премьера Азарова? Прощай иммунитет, сегодня Верховная Рада все же лишила депутатской неприкосновенности народного депутата Вадима Новинского. Как проходило голосование? Что обещал генпрокурор? Почему Новинский заявляет, что ему не страшна эта потеря? И успели ли депутаты заняться бюджетом, учитывая, что Новый год неуклонно приближается? Екатерина Лысенко расскажет подробнее. Вопреки решению регламентного комитета, который пришел к выводу, что генпрокуратура не предоставила достаточного количества доводов для снятия неприкосновенности с Новинского, просить лишить его иммунитета, пришел генпрокурор. А спикер поставил этот вопрос первым в повестке дня. На голосование вернулась даже самопомощь. Самопомощь вышла из зала голосования для того, чтобы это голосование произошло. Начали слово берет генпрокурор. Он долго и со слайдами зачитывает суть претензии. И, мол, Новинский причастен к содержанию под стражей помощника покойного митрополита Владимира. Роль Новинского полягала в доведении до конца задуманного злочинного плана Януковича что до усунения с посады митрополита Киевского и всей Украины Владимира с метою обороняя на эту посаду угодно Януковичу особи. На этот момент народный депутат Украины Новинский проходит в справе как свидетель. Новинский говорит, что обвинение ложь, а дело политическое. Цель фабрикования этого дела одна. Политическое давление. Правда на моей стороне. А правда всегда победит. И еще хотел сказать одно. В представлении генерального прокурора написано, что Янукович задумал свой преступный план и доставил мне гражданство. Так я хочу сказать генеральному прокурору, чтобы он это знал. Основанием для предоставления мне гражданства бывшим президентом Украины была просьба министра экономики правительства Азарова Петра Алексеевича Порошенко. Вот это письмо. Не столько о сути обвинений, сколько о депутатском иммунитете говорили в зале дальше. Народный фронт в привычном жанре стал просить зал поддержать генпрокурора. Это наш тест на зрелость. На зрелость быть депутатами украинского парламента. На зрелость выполнять наказы украинского народа. Слава Украине! А в блоке Порошенко свели все к депутатской неприкосновенности, как норме, от которой нужно избавляться. Все политические силы, все, каждый из вас, кто ишел в парламент, когда ишли на выборы, сказали выборцам, мы за знание депутатской неприкосновенности. Все это сказали. А чего же мы сейчас обговорим? Абсолютно цинительно, когда в этом зале звучит, вимога от большей фракции парламенту БПП, чтобы, выявляется, мы должны проголосовать в другом читании вопроса неприкосновенности. Так ставьте его в сессийный зал. Депутаты, кто призывает за, кто против, а профильный комитет тем временем остался на своем и предоставил залу возможность на свое усмотрение решать судьбу Новинского. Комитет не имеет достатных представлений на выставку про мотивованность, обрунтованность подания. Если есть подания правильно, есть доказательства, пусть люди отвечают. Но в этом случае это напоминает политические разборки. В этом случае это напоминает вмешательство в церковные дела. И поэтому наша группа будет против этого. Почему сегодня самое разглядывается это вопрос? Отвлекте увагу общества, от полной провальной внешней и внутренней политики, как осталось на протезе остальных двух лет. Спустя два часа обсуждений спикер, в который раз, настойчиво призвал нардепов вернуться в зал. И зал нажал на кнопки. Голосов на грани едва хватило, чтобы лишить Новинского неприкосновенности. Решение принято. Я спокойно воспринимал решение сегодняшней Верховной Рады. Еще раз вам подтверждаю то, что я никуда не уйду. Я никуда не убегу, скрываться от следствия не буду. Я точно знаю, что это дело сфабриковано. Прокуратура же не требует его заарештовать сегодня в зал. Новинский сейчас споряется с следствием. Поэтому вопрос, а почему это так? И тогда ответ только одна. Потому что нужно изменить порядок денный. От чего? От бюджета, от экономической политики, которая провалена, от того, что не защищены люди в социальном сенсе. И перевести в это политическое переслечение. Сегодня даже, когда рассматривается вопрос, випадково в лапках выпадает так, что в выступах народных депутатов выступают четыре представители Народного фронта. Таких співпадений не бывает. Правда, чем закончится следствие и дойдет ли дело до суда, и сами нардепы представляют смутно. Зато теперь самопомощь в зале. А значит, и коалиция хоть в чем-то может рассчитывать на дополнительные голоса. Как только глава Верховной Рады огласил, что в четверть первым вопросом будет расследование про злительное додороканство. Теперь мы будем работать над законопроектами в зале. Правда, тот же спикер планировал, что сегодня, 8 декабря, парламент будет принимать бюджет 2017 в целом. Но к позитивному решению так и не пришли. Это не хорошо, когда в четвертый, это очень мало времени до Нового Рока, вместо фахового обговорения, очень важного законопроекта, в том числе и этого антисоциального бюджета, который нам предлагается, мы две годы времени витратили на элементарное вопрос, изменения недоторганности с депутатами, которые подозриваются. КОЛОСАЛЬНАЯ коррупция за лоштунками. Все переговоры о бюджетах – это выбивание коррупционных денег на определенные программы, для определенных депутатов, на определенные оборудования. И это не прекращается. И поэтому этот бюджет так тяжело идет. Не решили нардепы и вопрос спецконфискации. Энная попытка фронтовиков протолкнуть законопроект была и сегодня. Спикер в очередной раз поставил документ на голосование, но зал, в который раз Народный фронт, не поддержал. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцер, Владимир Самченко, Геннадий Аникенко. Подробности – телеканал «Интер». Никуда не уеду, никуда не убегу и скрываться от следствия не буду. Почему, лишенный неприкосновенности, Новинский демонстрирует такое спокойствие? И почему рекламентный комитет накануне не поддержал представление ГПУ? Наши корреспонденты попытались разобраться в деталях этого дела, по которому Новинскому выдвинули обвинение. Давайте вспомним, что это вообще за история. Дело Александра Дробинко. Именно на его показаниях основаны обвинения в адрес нардепа Вадима Новинского. Дробинко – епископ и бывший личный секретарь предстоятеля Украинской Православной Церкви Владимира Сабадана. Дробинко обвинил Новинского в том, что якобы в 2013 году он в сговоре с президентом Януковичем, министром внутренних дел Захарченко и руководителем киевской милиции Коряком лишил его свободы, приставив охрану. Якобы это была часть плана Януковича по узурпации власти и попытка повлиять на смену главы УПЦ. Эта история напрямую связана с другим делом, в котором Дробинко – один из главных фигурантов. Речь о нашумевшем летом того же 2013 года скандале с похищением монахинь, казначея Киевского Покровского монастыря и ее помощницы Екатерины. Этому предшествовала нашумевшая история с крупной аферой. Тогда некая госпожа Наталья Панько наладила среди зажиточных прихожан церкви схему по якобы беспошлинному импорту в Украину автомобилей и их перепродаже. Вкладывать в эту авантюру средства активно агитировал и сам Дробинко. Денег от небедных прихожан насобирали аж 40 миллионов долларов. Однако вскоре организатор аферы исчезла, а обманутые верующие начали требовать деньги от Дробинко. По его мнению о том, где эти средства, могла знать казначей монастыря и игуменья Калисфения. Вместе с бизнесменом Сергеем Бутом Дробинко организовал похищение игуменьи и ее помощницы. Женщин несколько дней продержали в заточении без еды и воды, затем отпустили. Об этом рассказал следствию сам Дробинко. Вот выдержка из его показаний, где он сознается в содеянном. По данным журналистов, избежать наказания епископу тогда помог лично Янукович, который не хотел раздувать большой скандал накануне 1025-летия крещения Руси. После чего священнослужитель просто извинился перед министром внутренних дел. Вот копия его письма. Уже после этого Дробинко, опасаясь за свою жизнь, сам просит предоставить ему охрану из спецподразделения Грифон. Вот его заявление. По данным журналистов, наличие охраны никак не мешало священнослужителю посещать элитные отели, сауны и свободно перемещаться. А вот уже другой документ за 2014 год. Здесь Дробинко просит снять охрану и пишет «дякую». Выходит, в заточении его никто не держал, а охрану он попросил предоставить сам, что прямо противоречит показаниям, которые священнослужитель дал ГПУ. Более того, непричастность к этому Новинского подтвердил и нардеп Андрей Деркач, ставший инициатором дела об узурпации власти Януковичем. Однако этих материалов в деле ГПУ почему-то нет. А расследование участия Дробинко в краже 40 миллионов приостановлено. Возможно, как раз в обмен на абсурдные показания против народного депутата, дав которое епископ покинул страну. По данным журналистов, в 2013-м священнослужитель не только агитировал прихожан участвовать в афере, но и сам нажился на этой схеме, купив себе скромный Лексус стоимостью 130 тысяч долларов. И это далеко не весь, нажитый епископом скарб. Кроме целого парка дорогих авто, журналистам удалось найти под Киевом и элитную недвижимость священнослужителя. Он владеет роскошным домом в Царском селе и целыми коттеджными городками в селе Старое Петровце и Ходосовка. А в Киеве у бизнесмена в Рясе есть квартира в элитном доме на улице Старо-Наводницкой, совсем рядом с генпрокуратурой. Но там почему-то этого предпочитают не замечать. Оксана Григорьева, Вячеслав Медведев. Подробности телеканал Интер. Пока депутаты разбирались с церковными хитросплетениями, возле парламента и кабинета министров собрался многотысячный митинг членов профсоюзов. Почему этих людей не испугал ни ледяной дождь, ни зимний холод и каких результатов они ждут от сегодняшнего шествия? Расскажет Олег Решетняк. В центре столицы снова шумно. Движение в правительственном квартале полностью парализовано. Тому причиной многотысячные митинги профсоюзов. Очаги протеста возникли сразу в двух местах. Первая группа шла колонной от Майдана к Кабмину, вторая от метро Арсенальная к стенам Верховной Рады. Затем колонны объединились. Заработу, зарплату, деньги, деньги. Заявить о своих правах пришли учителя, врачи, рабочие и даже ученые. Несмотря на ледяной дождь, в толпе теплая атмосфера. Протестующие обсуждают наболевшее. Как выжить с новыми тарифами и как свести концы с концами при низких зарплатах. Люди работают и в шахтах, и на химических предприятиях, металлургических предприятиях. Медики лечат, учителя учат и так далее. Достойная заработная плата прежде всего, а не субсидии. Мы должны платить за свои услуги сами, самостоятельно, имея достойную зарплату и работу. Проходя мимо кабинета министров, участники акции поют украинский гимн. Говорят, чтобы власти не записали их в шатуны. Во главе колонны молодежь. По новому закону в следующем году стипендии вырастут. Но претендовать на них смогут вдвое меньше студентов. Теперь размышляют учащиеся в УЗОВ, зарабатывать придется на стороне в ущерб учебе. Выживать же как-то надо. Вот только учебный процесс от этого пострадает. Студенты, которые заехали из всей Украины, хотя сейчас сессия полным ходом. И влада всегда это делает, знает, что студентство сейчас на сессии хочет отримать учебу, но все равно вы вымушены сегодня прийти и сказать свою позицию. Правильно я скажу, студенты? Правильно. В общей колонне протестующих идут и ученые. Тамара Кузнецова старший научный сотрудник. Рассказывает, работать приходится в холодных, неотапливаемых помещениях. Большинство коллег получают минимальную зарплату. И это при том, что их институт разрабатывает топливо для современных ядерных реакторов. Мы создаем материалы для атомной энергетики, для ядерных реакторов нового поколения, новые бронежилеты. Однако, нас считают, что все это не нужно и продолжают уничтожать науку. Мы считаем, что мы доведены до предела. Под Кабмином митингующие оставались недолго, и из здания правительства к ним так никто и не вышел. Тогда колонна двинулась к Верховной Раде, где все же нашлись те, кому не безразличны их требования. В каждом кутку есть и государство. В селах, местах, на Бабарах и заводах. 3200 – это победа Федерации Просвелок Украины, а не квадрата ни в уряду. Мы вымагаем от уряду и парламенту суттельно, кардинально, радикально переглянуть тарифную политику. Правсоюзы продолжают требовать принятия законодательных инициатив, необходимых для повышения уровня жизни. Заявить о себе на улице – это последний шанс людей быть услышанными. Олег Решетняк, Александр Пантелеймонов, Вадим Сверидонов. Подробности. Телеканал Интер. Увеличить финансирование территориальных громад и принять спецзакон об их добровольном объединении. Сегодня пообещал премьер-министр. Об этом Владимир Гройсман заявил в Тернопольской области. В рамках децентрализации здесь создали наибольшее количество новых территориальных громад в Украине. Также глава Кабмина напомнил, что с января следующего года минимальная зарплата достигнет 3200 гривен. Получение заложили и в проект госбюджета, а клады учителей должны вырасти более чем наполовину. И когда я чую, когда некоторые политики говорят о том, что 3200 не будет, но они вводят людей в оману с одного боку, а с другого боку у меня впечатление, что у них уже есть проблемы с интеллектом, что они не могут пораховать. 3200 – это та заработная плата, меньше которой не может быть нарахована с нижней работающей людьми в нашей стране. Одна голова хорошо, две лучше. В преддверии дня борьбы с коррупцией главные антикоррупционеры Артема Сытник и Назар Холодницкий провели совместную пресс-конференцию. Как продвигаются резонансные расследования годовалых ведомств и есть ли между ними разногласия, расскажут наши журналисты. За год у них в производстве 256 уголовных дел, а подозрения в коррупции уже сообщили 121 человеку. Среди них чиновники, судьи, прокуроры и топ-менеджеры госпредприятий. Об этом и не только сегодня поведали журналистам директор антикоррупционного бюро Артем Сытник и глава антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Утверждают, есть чем похвастать, но и довольны не всем. Говорят, коллеги из НПК не спешат на помощь. Полный доступ к базам электронных деклараций до сих пор закрыт. Сегодня мне принесли материалы на порушение еще ряда криминальных проведений в развитии проверки электронных деклараций. Эти проведения касаются представителей судового гилки влады, а также представителей парламента. И, на жаль, почему-то мы пока не лишили зрозумения в НЗК, оскільки мы попросили открыть нам полный доступ, согласно законодательству, до этих деклараций, для того, чтобы эта работа шла более эффективно. На вопрос, есть ли взаимопонимание между их ведомствами, в один голос отвечают «да», не воюют. А письмо НАБУ в генпрокуратуру Нахолодницкого называют рабочим моментом. Детектив считает, что есть класть злочин, прокурор – это другая думка. И это достаточно рабочая вопрос. Для такой ситуации в КПК предоставлена возможность оскоржения pewnых действий без деятельности прокурора. Дискуссии – это обычный рабочий процесс. Вопрос номер один к антикоррупционерам. Заявление нардепа Александра Онищенко о компромате на нынешнюю власть. Отвечают, дело открыли. Но вот без предоставленных аудиозаписей с места оно не сдвинется. И тут же заявляют, готовы сделать первый шаг. Даем пану Онищенко возможность, если он действительно желает эти записи оприлюднить, дать их нам, провести расследование и дать оценку. Мы, в принципе, готовы с ним встретиться в том месте, где будет удобно обоих сторонах. Фигуранта пока единственной опубликованной записи о подкупе народных избранников нардепа Олеся Дового обещают вызвать на допрос. Но говорить, когда они стали, отчутились скоро. Я не могу оголошить даты допытов, и чтобы из этого снова же таки делалось шоу. Олеся Дового придет официальное запрошение. Называется оно повестка. Подолня про выклик. Если он захочет это оприлюднить, как это делали другие высокопознавцы, делать с визитов в САПЧ, в НАБУ, какое-то шоу, это его право. В судах уже рассматривают 44 дела о коррупции. Холодницкий рассказал, вскоре туда направится еще одно. На ректора НАУ Владимира Харченко, который требовал у профессора 170 тысяч евро с окресла преподавателя в университете. Прокурор добавил, недавно о подозрении объявили бывшему сотруднику СБУ. В этом деле он был посредником. Антикоррупционеры надеются, что слушания начнутся уже после новогодних праздников. Ольга Теребинская, Никита Исайко. Подробности. Телеканал Интер. Сама Нищенко уже отреагировал на заявления антикоррупционеров. На своей странице в Фейсбуке он написал, наконец-то НАБУ хоть как-то откликнулось на его заявление о компромате. Он уверен, что хоть Бюро и не является независимым от власти органам, но расследовать дело им все же придется. Ведь международные эксперты подтвердят, что все его записи подлинны. Так считает Нищенко. Министр Аваков уже на работе. Накануне вечером он прилетел из Канады, где был в командировке. Уехал Аваков из Украины в день, когда произошла перестрелка в Княжичах. Я напомню, в результате трагедии погибли пять полицейских. Два сотрудника полиции охраны, два оперативных работника полиции Киева и один боец спецназа Корт. Несмотря на этот форс-мажор, министр свой канадский вояж не прервал. А вот в парламенте депутат Каплин зарегистрировал постановление о самоустранении министра. Но вот сам Аваков уверен, что результата оно не принесет. Собаки лают, караван идет. Так в духе своих предшественников отреагировал на желание отправить Авакова в отставку его советник Зарян Шкиряк. Он разразился гневным постом в Фейсбуке, очень схожим по стилистике на ответы ныне уже беглого министра МВД. Шкиряк также акцентировал, что мол не дождетесь. Все это было днем, но к вечеру этот пост со страницы советника также традиционно пропал. И вот как только Аваков вернулся в Украину, по странному совпадению, тут же объявились сокровища Азарова. В нацполиции утверждают, что нашли квартиру-склад с вещами премьеры беглеца. Это десятки хозяйственных вот этих самых клетчатых сумок, набитых добром. Иконы, религиозные издания 19 века, оригиналы Репина, Тропинина, Сафронова, серебро, монеты, наградное оружие на имя Азарова и даже казацкая сабля. Есть и портрет беглеца. По предварительным подсчетам стоимость найденного несколько миллионов долларов. Но вот адвокат Азарова Сергей Осыка в интервью одному из изданий заявил, что большинство найденных вещей никакого отношения якобы к беглецу премьеру не имеют. И все это назвал провокацией. В полиции же говорят, что квартиру эту нашли случайно в рамках расследования совершенно другого уголовного дела. На все найденное уже наложили арест. Это картина Репина. Называется она «Церковь Грушевки». Написана в 1880 году. Мает сертификат, под ней все есть. Мы считаем, что это одна из самых ключевых вещей, которая есть. Позже мы установим, что конкретно оригинал, что было выкрадено, или еще что-то. Успел полюбоваться картинами из квартиры отстойника и недавно вернувшийся в Украину министр Аваков. Об этом он тут же написал свой первый пост после прилета со словами благодарности оперативникам и руководству нацполиции. А вот о трагедии в Княжичах до сих пор ни слова. В том числе нет и соболезнований родственникам погибших. Ну и пока министр любуется так удачно подвернувшийся под руку с живописью из тайника Азарова, его подчиненные попадаются на горячем. На продаже нелегального янтаря погорел львовский полицейский. История началась с того, что правоохранитель задержали мужчину, который перевозил солнечный камень. Угрожая оружием, они отобрали у него почти килограмм обработанного янтаря и 4000 долларов. А затем предприимчивый оперуполномоченный попытался сбыть изъятый товар. Но ему помешали сотрудники прокуратуры. Полицейскому этому вменяют превышение служебных полномочий. А вот соучастников все еще ищут. Квартирная эпопея нардепа Лещенко продолжается. А штрафуют ли избранника решит Печерский суд столицы. Туда нациоагентство по вопросам предотвращения коррупции направило свой админпротокол. Напомню ранее, представители НАПК даже приезжали в парламент, чтобы зачитать этот документ. Но Лещенко слушать их не стал. Он скрылся в сессионном зале, куда посторонним вход заказан. Это видео агентство даже передало в суд. Нардепы подозревают в получении незаконной скидки при покупке элитного жилья в центре Киева. Лещенко ему грозит штраф до 3400 гривен и конфискация этого самого подарка. Рассмотреть админпротокол суд должен в течение 15 дней. Еще один шаг к безвизу. Вчера вечером в Брюсселе все-таки нашли компромисс по вопросу приостановления безвизового режима, что должно дать зеленый свет для Украины. А сегодня комитет Европарламента и Совет ЕС утвердили договоренности. Стоит ли радоваться и покупать билеты, узнаем от Софии Гордиенко. 32 человека проголосовали за, 9 против, двое воздержались. Комитет Европарламента утвердил механизм приостановления безвиза. Другой комитет Совета Европы также сказал да. Значит шансы есть, что уже на следующей неделе уже Европарламент проголосует за это решение. После чего то же самое должен будет сделать Совет ЕС. Затягивать с предоставлением безвизового режима для Киева-Тбилиси нельзя, отметил комиссар по вопросам политики расширения Юхан Эсхан и призвал как можно быстрее открыть границы для украинцев и грузин. Оптимистичен и глава Евросовета Дональд Туск, который тоже просил евродепутатов немедлить с решением. Почти у цели. Дискуссия по механизму приостановления завершена. Теперь финишная прямая в направлении безвизового режима для Украины и Грузии. Если не случится ничего непредвиденного, то можно надеяться, что при наличии биометрического паспорта, страховки и документов, подтверждающих платежеспособность и цель визита, уже с конца января мы сможем поехать во все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии. На ограниченный срок, конечно, и без права от трудоустройства. Глава украинского МИДа Павел Климкин еще раз подчеркнул, что решение Объединенной Европы лежит уже не в политической, а в организационной плоскости. И если все процедуры не успеют завершить на следующей неделе, то европолитикам придется заниматься этим уже в новом году. Первое пленарное заседание в 2017-м запланировано на 15 января. София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности телеканал Интер Брюссель. Ну и пока Украина медленно, но верно движется в сторону Евросоюза. Из-за Брекзита британскому премьеру угрожает бунт в собственной партии. Около 40 депутатов-консерваторов готовы вступить в сговор с оппозиционными лейбористами. Что подтолкнуло парламентариев к предательству? И справится ли с этим глава правительства, расскажет Светлана Чернецкая. Тереза Мэй изначально понимала, страна ей досталась далеко не в самый легкий период. Брекзит это поворотная точка в истории Великобритании. Соответственно, несет много вызовов. Но на практике оказалось, что бороться премьеру придется даже со своими. Члены родной консервативной партии не стесняются вставлять палки в колеса. Дошло до бунта и союза со злейшими соперниками, лейбористами. Депутатов объединила ненависть к Брекзиту. Они все еще не могут смириться с результатами референдума. Точно так же, как не могут согласиться с решением премьера отстранить парламент от принятия решений по выходу из ЕС. Однопартийцы премьера требуют предоставить четкий и подробный план Брекзита. На грани мятежа Тереза Мэй решила действовать на опережение и пошла на уступки. Обещает предоставить парламенту проект выхода из Европы. Но уточняет, некоторые подробности все же останутся тайной. Конечно же, я не собираюсь открывать все детали. Уверена, все хорошо понимают, что в переговорах нельзя сразу же раскрывать все аргументы. Очень важно, чтобы мы смогли добиться лучшей сделки для нашей страны. Правительство продолжает настаивать. Широкое обсуждение Брекзита предоставит козыри оппонентам в ЕС. С другой стороны, привлечение парламента к подготовке выхода из Объединенной Европы может затянуть процесс на месяцы, а то и годы. Ведь прорабатывать будут сотни вопросов, которые определят будущее взаимоотношения между Великобританией и Евросоюзом. В общем, со дня референдума прошло почти полгода, а в стране все еще нет определенности, как же провести бракоразводный процесс. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, Британское бюро телеканала Интер. Долгожданный четвертый транш МВФ Нацбанк ожидает получить в январе-феврале будущего года. Об этом заявила глава НБУ Валерия Гонтарева. По ее словам, для получения кредита на сумму миллиард триста миллионов долларов Украина должна выполнить еще два требования МВФ. Принять госбюджет и чтобы 40 крупнейших банков достигли согласованной рекапитализации. Кстати, судьба одного из них, приватбанка, решится к концу этого года, заявила Гонтарева. Банк могут национализировать в случае невыполнения программы докапитализации. Верификация продолжает, но до конца этого года она должна быть закончена и решение должно быть принято. Решение про то, выполнили ли они программу докапитализации или нет. Вы смотрите подробности и вот что у нас во второй части. Танцы на льду, как аэропорт Борисполь пережил обледенение. Миграционный скандал, в чем обвиняют канцлера Германии Ангелу Меркель. В немецком Гамбурге открылось заседание Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ. В переговорах участвуют представители 57 государств. На заседании уже выступил глава украинского МИДа Павел Климкин. Вопрос о регулировании конфликта на востоке Украины один из главных во время двухдневной встречи. Климкин напомнил о необходимости создания вооруженной полицейской миссии на Донбассе, а также провел двухстороннюю встречу с генсеком ОБСЕ Ламбертом Заньером. Обсуждали расширение мониторинговой миссии организации на Донбассе. Число погибших в войне России против Украины уже превысило 10 тысяч человек. Сотни остаются в оккупированных регионах Донбасса и в Крыму. Миллион 700 тысяч украинцев вынужденно покинули свои дома и стали внутренними перемещенными лицами. Агрессия России против Украины вызвала кризис безопасности в Европе и конфликт развивается. Политическая риторика стала жестче, особенно между Востоком и Западом. Речь о насилии на востоке Украины. В последнее время там обострилось противостояние. И об эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в апреле. Все это показывает, насколько уязвим мир в Европе. Почти 10 тысяч человек погибли на Донбассе с момента начала вооруженного конфликта. Это новые данные ООН. Шокирующие цифры опубликовали в Управлении Верховного комиссариата ООН по правам человека. Из 10 тысяч погибших более 2 тысяч это мирные граждане. Более 22 тысяч получили ранения и увечья. В ООН обеспокоены многочисленными нарушениями прав человека в зоне боевых действий. В Одессе коллегия судей сегодня снова не смогла приступить к рассмотрению дела о трагических событиях 2 мая. Из-за неявки одного из обвиняемых и части потерпевших заседание перенесли на завтра. Напомню ранее, в составе судей произошла рокировка. Из-за болезни одного судью заменили. И теперь обвиняемые настаивают, чтобы все материалы дела рассматривались с самого начала. В прокуратуре предполагают, что таким образом обвиняемые сознательно затягивают процесс, рассчитывая на так называемый закон Савченко. Всего в деле о первом эпизоде событий 2 мая это беспорядки в центре Одессы 20 обвиняемых. Активисты антимайдана. Пятеро из них находятся под стражей. Что касается второго эпизода майской трагедии, это пожар в доме профсоюзов, во время которого погибли 42 человека. То расследование до сих пор продолжается. И когда материалы передадут в суд, неизвестно. На теперешний час особа, которая держится под вартою, в условиях следовательного изолятора, рассчитывается день за два. То есть, фактически, если особа перебывает за гротами 2,5 года, они автоматически рассчитываются как 5 лет. И сегодня стали известны подробности полицейской спецоперации в Одессе несколько дней назад. При задержании предполагаемых преступников полицейские открыли стрельбу из стабильного огнестрельного оружия прямо на улице. И вот сегодня МВД опубликовало видео. Это произошло на одной из автозаправок на улице Балковской. Полицейские окружили автомобиль с подозреваемым в бандитизме, но те проигнорировали требования силовиков выйти из автомобиля. И попытались скрыться. Правоохранители открыли огонь по колесам машины. В итоге водитель и двое пассажиров иномарки были задержаны. Полиция подозревает их в резонансном нападении, совершенном в Одессе на минувшей неделе. Тогда возле здания Киевского райсуда неизвестные набросились на водителя автомобиля Ауди, избили его и ранили выстрелом из пистолета. У преступников было обнаружено и взято наркотические вещества, огнестрельное оружие, холодное оружие, номера прикрытия, средства связи. В соседней Херсонской области пьяный солдат расстрелял караульных. Все это произошло поздно ночью. Трое солдат охраняли артиллерийские склады, несмотря на то, что были на боевом посту, распивали спиртное, а затем повздорили. Один из часовых начал стрелять по напарникам из стабельного автомата Калашникова. Перестрелку эту остановил другой, четвертый солдат, который прибежал на звуки выстрелов. Он сначала сделал предупредительный выстрел в воздух, затем открыл огонь на поражение по пьяному дебоширу. В итоге трое солдат с тяжелыми ранениями госпитализированы. Дело это расследует военная прокуратура. Возбудили производство сразу по нескольким статьям. Вероятно, наказание понесут и командиры, которые допустили пьянку во время боевого дежурства. После двух резонансных допросов беглого президента и экс-командующего внутренними войсками МВД в Святошинском райсуде Киева продолжили слушать показания потерпевших. По делу их проходит более двухсот. Сегодня свидетельствовали родственники убитого 20 февраля 2014 года активиста Майдана Владимира Чеплинского. Пуля настигла его на улице Институтской. По результатам экспертиз стреляли из-за бетонной баррикады, за которой в то утро находились сотрудники спецроты «Беркут». Пятеро из них уже на скамье подсудимых. Но адвокаты обвиняемых уверяют, что эксперты ошибаются. И выстрел произвели не «Беркутовцы». Следующее заседание по делу назначено на вторник, 13 декабря. Не с того боку, как сторона досудового следствия уже был поранен и смертельницей потерпели. Стреляли не «Беркутовцы», как вы говорите, не работники спецподраздела «Беркут». Это стреляли не они. Сказать про то, что это рикошет от другого места – это их субъективная думка. Мы видим видео и только суду оценивать эти доказы. Мы надеем от висновок судово-медической экспертизы, что действительно такое ушкоджение отримал и сектор зазначил, и именно с бетонной баррикады. И других данных про то, что были другие особи с оружием, нет. Кто стрелял и кто отдавал приказы стрелять в январе и феврале 2014 года, в Генпрокуратуре хотят узнать непосредственно у беглого президента. Здесь готовят запрос в следственные органы Российской Федерации и собираются допросить Януковича в качестве подозреваемого. Направить его планируют на будущей неделе. Об этом в интервью «Зеркало недели» сообщил руководитель департамента спецрасследования Сергей Горбатюк. Готовы даже прислать в Россию своего следователя. Либо выслушать показания беглого президента в режиме видеоконференции, как это было две недели назад. Напомню, ГПУ уже вызывало Януковича в качестве подозреваемого на допрос в Киев 5 и 9 декабря, но тот согласился дать показания только по нынешнему месту проживания в Ростове-на-Дону. Адвокат экс-президента пояснил, что Янукович не приедет в Украину, поскольку опасается за свою жизнь. В Германии набирает оборот скандал вокруг трагической гибели студентки из Фрайбурга Мария Ладенбургер. Теперь в ее смерти правые популисты обвинили Ангелу Меркель. Я напомню, девушка была убита в октябре беженцем из Афганистана. Громкое обвинение в адрес канцлера прозвучало в эфире одного из крупнейших телеканалов Германии. Все подробности узнаем от Татьяны Лагуновой. Политическое ток-шоу в вечернем эфире одного из крупнейших немецких канала ВРД. Тема «Миграционная политика. Информационный повод. Убийство Марии Ладенбургер». Ведущая задает провокационный вопрос, ответственна ли Ангела Меркель за эту смерть. Да, отвечает Алис Вайдель. Политики с правопопулистской партии «Альтернатива для Германии». Конечно, косвенно она ответственна. Ангела Меркель и ее правительство несут ответственность за этот курс. За то, что наши границы и границы ЕС не контролируются. Я ошиблён. То, что вы здесь сказали, абсурд. Убийство Марии Ладенбургер для Германии стало шоком. Тело девушки, студентки медицинского вуза, которая помогала беженцам и была дочерью высокопоставленного чиновника Еврокомиссии, нашли в середине октября. Марию изнасиловали и убили, когда она возвращалась со студенческой вечеринки. На месте трагедии полицейские обнаружили следы ДНК и спустя полтора месяца задержали преступника. 17-летнего беженца из Афганистана. Сейчас он в СИЗО. Полиция не исключает его причастность к ещё одному убийству. За несколько недель до трагедии с Марией в этом районе произошло ещё одно преступление. Изнасиловали и убили женщину, которая совершала пробежку. Мы проверяем причастность задержанного к этому происшествию. Арест виновного в убийстве Марии Ладенбургер спровоцировал в Германии журналистский скандал. В день задержания об этом не сообщил общественный канал АРД. Оправдываться, почему информация не попала в эфир, пришлось шеф-редактору новостей. Он объяснил это редакционной политикой. Дескать, в выпуске редко попадают сообщения об уголовных преступлениях. В приоритете события общенационального и международного масштаба. Впрочем, позже АРД решил пересмотреть стандарты и сообщать о преступлениях, которые вызывают общественный резонанс. Политики тем временем призывают немцев быть толерантными и не обобщать, подозревая или обвиняя всех беженцев. Ведь у преступников нет национальности. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Еврокомиссия рекомендует возвращать беженцев из других европейских стран в Грецию. Но не всех и не сразу. Нововведение это вступает в силу с 15 марта будущего года. И касается мигрантов, которые, прибыв в Грецию, отправляются просить убежище в более богатые страны ЕС. По закону, страна, принявшая мигрантов, обязана ими заниматься. Но в прошлом году Греция не справилась с потоком, и более миллиона нелегалов двинулись далее в ЕС. Что даже привело к закрытию нескольких границ. Теперь Афины докладывают об усовершенствовании системы по предоставлению убежищу в стране. И в Еврокомиссии настаивают на выполнении законодательства. Люди, которые ищут убежище, обязаны знать, они не могут менять место жительства. И если они сделают это, их отправят обратно. Все перемещения и переселения будут проводиться исключительно согласно правилам безопасности. В Израиле разразился военный скандал с немецким привкусом. В Иерусалиме всплыли подробности закупок подводных лодок у Германии. Мало того, что субмарины, по утверждениям журналистов, приобретали без конкурса, так еще и владельцем верфи является Иран, потенциальный противник Иерусалима. Как такое могло произойти, разбирался Сергей Услендер. Израиль давно закупает в Германии подводные лодки для своего военного флота. Поставлено уже шесть кораблей. Журналисты выяснили, что в сделке принимал участие личный адвокат премьера Нетаньягу, а сами субмарины покупали вообще без конкурса. Учитывая колоссальную стоимость контракта, одна лодка стоит один миллиард евро, премьера обвинили в коррупции. Власти объяснили, первые две лодки Германия Израилю подарила, а в последующих оплачивает за свой счет треть стоимости. Таким образом, покупать другие просто не имеет смысла. Выйдет дороже, а насчет адвоката премьер, дескать, не знал, чем тот занимается в свободное время. Тем не менее, началось парламентское расследование, и стали всплывать подробности куда более интересные. Например, оказалось, что крупным пакетом акций верфи, где строят эти самые лодки, владеет Иран. Таким образом, Израиль фактически финансирует своего вероятного противника. Или другое. Иерусалим намерен закупать в Германии еще и надводные корабли, тоже без всякого конкурса, а вот их как раз никто дарить не собирается. А то, что это было решено на каком-то уровне, даже не знаю, кто это решил, что это будет куплено только в Германии и без конкурса, вот это самая большая проблема этого решения. Так что нет о том, что должны быть фрегаты и сколько, а именно где и как, каким образом они будут закуплены. Германия должна построить для Израиля четыре корабля классов фрегат. Они предназначены для охраны газовых месторождений на шельфе страны. Все те же журналисты выяснили, что корабли подобного класса строят в разных странах. Есть образцы, которые превосходят немецкий по своим характеристикам, а по стоимости не дороже. Парламентское расследование продолжается, и делом уже заинтересовалась прокуратура. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Ледяной дождь традиционно сегодня стал утром настоящей неожиданностью для коммунальщиков столицы. Спасовали перед непогодой даже в аэропорту Борисполь. Ледяная корка сковала воздушные ворота на целых пять часов, из-за чего отменили 16 рейсов. Вылеты приостановили около полудня из-за обледенения самолетов и взлетной полосы. Лайнеры, которые должны были приземлиться в столице, отправили на запасные аэродромы в Одессу и Харьков. На отмененные рейсы в Борисполе людям предложили поменять билеты, но уже на другие даты. Однако до самого вечера в здании аэропорта оставались сотни людей, ведь около трех десятков вылетов перенесли на неопределенное время. Я пропустил свой рейс, мне поменяли билеты, я должен был вылететь в Мюнхен еще три часа назад. Но все еще здесь, жду, когда начнется посадка. Никакой информации пока нет. Мы сдали багаж, все сдали, сидели, ждали. Там сказали, что рейс отменен и больше никто ничего. Нам нужно менять билеты, там общая очередь, вот такая вот, уже три часа стоим. Новый автовокзал появился в столице, его построили на деньги спонсоров. При строительстве использовали современные технологии. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко. Для пассажиров создали комфортные условия, просторные залы ожидания, магазины, есть даже детская комната. Кроме этого, люди смогут покупать билеты сами. Услуги кассиров им не понадобятся. Также планируют запустить бесплатный автобус от станции метро Теремки, где, собственно, и находится новый автовокзал. Он, между прочим, должен обслуживать большее количество международных рейсов. Порядка 80% международников уже согласны с нами работать, да? То есть, ну, 20%, знаете, вот есть люди, которые еще так, они хотят посмотреть, как это будет, а будем ли мы выполнять заявленные, как бы, обязательства. И я уверен в том, что и с ними мы тоже договоримся. Еще один транспортный, инфраструктурно-транспортный объект открыт. И сподеваемся, что он будет использовать на полную потужность. Большая интернет-четверка против терроризма. Крупнейшие мировые компании объявили о том, что объединяются, чтобы бороться с радикалами и террористами. Как теперь изменится всемирная паутина? Расскажет Дмитрий Анопченко. Фейсбук, Твиттер, Ютуб. Мы пользуемся ими каждый день. Кто с компьютера, кто со смартфона. Не задумываясь о том, что в тот момент, когда мы переписываемся с близкими или смотрим ролики, кто-то в сети планирует теракт. Эта тройка крупнейших компаний, к которой присоединилась Майкрософт, договорилась о совместных действиях. С сегодняшнего дня они начали обмениваться уникальными цифровыми идентификаторами, которые позволяют в автоматическом режиме отслеживать записи и ролики, потенциально связанные с преступниками. С одной стороны, это очистит интернет от пропаганды террористических организаций. С другой, сеть перестанет быть безопасным местом для заговоров. Это давно уже не секрет. Члены радикальных организаций, те же исламисты, давно самыми первыми освоили мессенджеры для смартфонов, сообщения в которых зашифрованы. Более того, агитация в сети – это самый простой и самый дешевый способ сейчас. Именно поэтому интернет-компании с большой четверки и задумались, а как сделать так, чтобы их сервис продолжал оставаться средством общения, но перестал быть средством для агитации? Эксперты уверены, компании пошли на сотрудничество не просто так. Пытаются сами, с минимальными потерями, сделать то, что от них все равно рано или поздно потребовало бы правительство. В Конгрессе давно уже лежит ряд законопроектов по усилению контроля над соцсетями, чтобы террористы перестали вести агитацию в интернете. Технологии для этого в принципе есть. К примеру, компьютерные программы давно уже автоматически удаляют детскую порнографию. Но призывы к терроризму среди огромного массива информации никакое приложение отличить пока не сможет. Ударят ли нововведения по нашему с вами комфорту в сети? Частично да, ведь сейчас и без того. Каждый шаг пользователя под контролем. Но многие, учитывая риски и учитывая угрозы, готовы на это согласиться и заплатить эту цену. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала, Интер. Что в Японии делают с фотографиями Дональда Трампа? Куда погрузился Санта-Клаус в Малайзии? И на что можно пойти ради селфи с кумиром? Об этом не только в нашем обзоре. Одеяло для ленивых. Канадский дизайнер создала устройство, которое автоматически застилает кровать. Состоит оно из длинной трубки и небольшого насоса. Трубку заправляют в пододеяльник. Когда насос включают, она наполняется воздухом и автоматически расправляет одеяло. Управлять устройством можно даже с помощью смартфона. Трампам по проблемам. В Японии продают ракетки с изображением новоизбранного президента США. Ими играют в хоккейту, традиционную предновогоднюю игру, похожую на бадминтон. Считается, что вместе с Воланчиком можно отбить все будущие неурядицы и проблемы. Кроме Трампа, ракетки украшают лица премьер-министра Британии Терезы Мэй и других известных политиков. Мы не подумали о вас, как об обычных людях. Такими словами начинаются извинения канадских полицейских перед участниками группы Nickelback. Неделю назад копы обещали возить пьяных водителей в отрезвитель под песни этой рок-группы. И показали еще не распечатанный диск. Музыканты восприняли шутку как личную обиду. Ради фото с кумиром, хоть под пули. Поклонник актрисы Скарлик Йоханссон пробрался на авиабазу, чтобы сделать селфи с актрисой. Когда она вместе с другими знаменитостями приехала на военную базу США Инжерлик в Турции, чтобы поднять боевой дух солдат, фанат уже ждал ее у входа. Звезда заметила отчаянного поклонника и, как он сам уверяет, даже обняла его. То есть риск оправдался. В Малайзии в одном из торговых центров Санта-Клаус нырнул в огромный аквариум. Подводный Санта удивлял публику интересными пируэтами и успел даже покормить обитателей аквариума, рыбак и гигантскую черепаху. Люди снимали бородача на телефон и аплодировали и подбадривали. Дед Мороз-дайвер – традиционный персонаж в тропической стране. Завтра пятница и о главных событиях вам расскажет Алексей Лихман в этой студии, после чего он же проведет ток-шоу «Черное зеркало». Я желаю вам побольше хороших новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова